Дизайн уникальный, но габариты убивают. Собрано очень качественно, но люфт у крышки слишком активный. 2020 год, а разъём для зарядки бокса – микро юсб. Всё решает ультравыгодная цена. 9999 лайков и 5000 проданных экземпляров только у одного продавца. Звучание просто космос. Лучшие по звуку затычки из тех трёх сотен пар ушей, что я тестировал. Но многое зависит от девайса, с которого вы слушаете музыку. Тьюб 490, всем привет, вы на канале Польза.нет. И как всегда в своём супер быстром обзоре я расскажу вам о характеристиках девайса, результатах моих тестов и сравнительном анализе его достоинств и недостатков. Всё быстро и просто. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь, начнём. Беспроводные спортивные наушники Mifo X8. Первая мысль при покупке, что эти уши никому не нужны. Именно поэтому данные наушники постоянно висят в категории «горячие товары на Алиэкспрессе». Но достаточно получить посылку и увидеть их упаковку, чтобы понять, что не всё так плохо. Дизайн пакинга и правда хорош. Стандартные цвета для данной фирмы. Жёлтый и чёрный. Запахов химии нет. Убить ушки в такой упаковке будет ну очень сложно даже нашей почте. Внутри бокс, кабель зарядки, амбушюры и инструкция. Цветов наушников на выбор два. Я выбрал белый, есть ещё в продаже чёрный. Инструкция на английском языке. По боксу. Бокс глянцевый. Не царапается. Выглядит убого. В диаметре 6,8 см. Высотой он в 3,5 см. Вес всего 50 граммов. Штука выглядит максимально массивно. Хлипкое крепление огромной крышки и 3 диода индикации заряда. Всё на грани. И плохим не назвать, но точно какое-то несуразное. Габариты вообще убивают. В кармане выглядят как фляжка. Крышка бокса не просто люфтит, но ещё и хрипит при покачивании. Ёмкость бокса 450 мАч. Перезарядить ушки бокс полностью может 4 полных раза. Заряжается по кабелю microUSB от любой зарядки 5 вольт 1 ампер. Либо как вы прекрасно понимаете от любой умной зарядки. По ушкам. Форм-фактор. Затычки. По одному наушники работают. Диоды при воспроизведении каждые 5 секунд подло мигают синим цветом. Отключить их нельзя. Но диоды очень-очень блеклые, поэтому вряд ли вы их заметите даже ночью. Сразу видим, что управление здесь сенсором. Можно выключать и включать наушники прямо с сенсоров. Изменять громкость, переключать треки, вызывать голосового помощника и отклонять вызов. Сенсоры гиперчувствительные. Нужно к ним очень долго привыкать. В каждом ухе по 40 мАч, автономность у наушников 5 часов на максимальной громкости. Кодеки только AAC и SBC. В шторке зарядку показывают. Вес каждого наушника 5 граммов. Размер нереально бодрый. 23 на 22 на 25 миллиметров. Это значит, если у вас маленькие ушные раковины, это особенно касается ушек прекрасной половины человечества. Вашим хрящикам придется к ним довольно долго привыкать. Привыкните, но дискомфорт попервой вообще не хороший. Защита от воды IPX5 в душ нельзя. Дождя не боятся. Можете, конечно, походить в душ пару-тройку раз, но потом вы заметите, как навернутся микрофоны. И вам самим будет неприятно от того, что вы сделали допущение, что с IPX5 можно купаться. Конечно, нет сенсоров приближения. Очень удобные звуководы, которые подойдут даже для маленьких ушей. Но при этом огромный корпус самих наушников, которые нереально торчат и в шапке мешают тоже. Сопрягаются наушники с телефоном очень быстро. Заметного рассинхрона на ютьюбе и в играх нет. Смотреть фильмы и играть в пабг в них комфортно. Если вы поймали рассинхрон и нужно наушники перезагрузить, перезагружаются они просто. Укладываем наушники в кейс и удерживаем на 10 секунд сенсоры. Все, ваши ушки теперь как новые и вернулись к заводским настройкам. Блютус здесь версии 5.0. Задержки, еще раз повторяюсь, в играх и на ютьюбе, заметные нет, при том со всеми девайсами. Микрофоны по мне печаль. Ваше мнение может отличаться. Вот вам пример работы. Беспроводные наушники Mifo X7. Иду рядом с дорогой. Довольно неплохой ветер. При том, что если вы меня слышите, значит хоть как-то микрофоны отрабатывают. Микрофоны Mifo X8 в помещении. В помещении, напоминаю, что любые микро работают адекватно. Главное, чтобы они работали. Насколько хорошо решать вам. Понятно, что в помещении более-менее, но на улице прямо совсем ужасные. Звучание. С комплектными однородными амбушюрами основная миссия поместить наушники в ушном канале правильно, что в принципе не особо сложно, но прямо необходимо. Звучание тогда у вас будет объемное, басы будут правильные и раскатистые. На максимальной громкости уши не хрипят. Запас громкости очень авторитетный. Хватит любому. В некоторых треках даже есть намек на хорошее воспроизведение высоких частот, что удивительно для наушников затычек. С айфоном 11 Pro Max пикселем второй серии уши играли на голову выше, чем в паре с телефоном OnePlus 7T Pro. И уж тем более со всеми сяомишными телефонами, которые у меня по дому валяются. Можно сказать, что для затычек с топовыми телефонами они играют идеально. Вот такая вот магия четырех разных кодеков AAC. На эквалайзер реагируют адекватно. Звук чистый, объемный, глубокий, энергичный и детализированный. И в указанных мной связках эти уши уделывают всю линейку Halo GT, Redmi и Samsung по полной. После них даже звук в Halo GT 2 кажется плоским. Вот такая вот магия. Размер, как говорится, здесь точно имеет значение. Цена по ссылке в описании к видео всего 25 долларов, при том с бесплатной доставкой. А для тех, кому актуально, есть доставка и со склада в России. Там за неделю примерно доставляют. Резюмирую, советую. Кейс в виде мыльницы. Идеальный по габаритам звуковод. Очуменный звук. Назвать уши идеальными, язык не повернется. Но звучание здесь отменное. Вид самих ушей пусть и за гранью добра и зла по габаритам, но при этом не отторгает. Собраны сами наушники качественно. Слишком расхвалил? Возможно. Просто звучание очень понравилось. Напоминаю, что на канале ежемесячный розыгрыш 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 за лайк, подписку и комментарий. Подписывайтесь с колокольчиком. Все розыгрыши проходят рандомно на стримах. Стримы по воскресеньям. Пишите в комментариях, что еще купить для обзора. Девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Здоровья вам и удачи, дорогие друзья.